Его власть признает Новгород, рязанские князья. Оставленник его, Олуб Мухаммед, правит в Золотой Орде. Московский князь Василий Дмитриевич назначает его опекуном на своими детьми. На него ориентируется понц, польский канцлер. Не пугают его угрозы папы римского отлучить от церкви, если не перестанет поддерживать гуситов. Английский король посылает ему подарки. Однажды жизнь его спасла жена, а однажды обезьяна. Летом 1398 года совершил поход в Дикие Поля. И, дойдя до Черного моря, согласно древнего литвинского обычая, показал, что море с этого времени принадлежит Литве. Нырнул со скалы и, проплывшим милю, вернулся на берег. Шикарный штрих к портрету, написанный через века. И снова здравствуйте. Полагаю, ребята, вы догадались, что сегодня речь пойдет о самом могущественном правителе ВКЛ, господине Витовце. Итак, мы помним, что в 1392 году было подписано островское соглашение между Витовтом и Егайло, по которому Егайло вынужден был отдать часть власти своему родственнику. Витов становился великим князем Витовским, а Егайло пришлось довольствоваться польской короной. Но в соглашении был небольшой нюанс. Витов признавал вассальную зависимость от Егайло. Предположим, что после завершения официальной части переговоров Витов дает интервью. Диалог с журналистом мог выглядеть примерно так. «Вы довольны? Нет. А какова ваша цель? Власть без оговоров и титул? Какой? Король Литвы и всея Руси. А план у вас есть? Конечно, есть. Удачи вам. Спасибо. Она мне не помешает». У Витов-то действительно был план, согласно которому он и начал свой путь к достижению своей заветной цели. Первое, что он сделал, это ввел систему на местничество. Мы помним, что на протяжении XIV века отдельные князья, признававшие власть великих князей, сохраняли достаточно большую самостоятельность. Мог ли Витов им доверять? Безусловно, нет. Поэтому, несмотря на массовые протесты, он лишал их уделов и власти. А вместо опальных князей назначал людей, которые служили ему верой и правдой. Наместниками их называли. Затем был окончательно решен вопрос со смоленскими землями. Как-то неправильно получалось, что смоленские земли входили в состав ВКЛ еще со времен Альгерба. А сам Смоленск? Нет. Витов этот каламбурчик разрешил. Смоленск стал литовским. А заодно и Новгород Великий согласился с тем, что не только он может называться Великим, и попал под контроль со стороны Витовта. А для того, чтобы очертить, очертания границ ВКЛ стали еще красивше, неугомонный Витов сходил в дикие поля. И земли внизу в Днепре приобрели настоящего хозяина. А заодно и крылатое выражение родилось от моря до моря. Что означало? ВКЛ имеет выход к двум морям – Балтийскому и Черному. Талантливый человек, талантлив во всем. И в 1398 году Витов дает еще один мастер-класс. Согласно соглашению, подписанному на острове Салин, оно вошло в историю под названием «Салинское соглашение», часть же МАЙТИ отдано крестоносцам. «Да ну!» – скажете вы. «Не похоже, чтобы этот человек вот так просто раздавал земли». И будете правы. Это был четкий расчет. В силу того, что главным объектом великого князя были русские земли на востоке, он обезопасил себя на западе. Пока крестоносцы будут наслаждаться столь желанным куском пирога, они не будут нападать, и время будет выигранным. А затем мы вернем то, что по праву является нашим. Наведя порядок внутри государства, обезопасив себя со всех внешних сторон, Витов то осталось решить главную задачу – получить власть на русских землях, которые в то время страдали от гнета монгола-татар. И здесь он заручился поддержкой опального татарского хана Токтамыша. Дело все в том, что Золотая Орда в этот период находилось в состоянии раздробленности. Токтамыш междоусобных войн потерпел поражение, а Витов этим воспользовался и предложил ему помощь в восстановлении власти, но взамен на русские земли. И, не откладывая дело в долгий ящик, Витов совместно с Токтамышем в 1399 году вступили в сражение против объединенного войска Золотоордынских ханов. Битва произошла на реке Уорского. Очень великий князь был близок к победе, но не сложилось. Удача на этот раз отвернулась от него. Витов терпит поражение, а это значит, что планы по подчинению Руси придется отложить. Обращаю ваше внимание, ребята, что Витов, безусловно, споткнулся, но не упал. По-настоящему сильные личности так быстро не сдаются. А посему он принимает решение, что Солинское соглашение больше не актуально, и пришла пора покончить с агрессией крестоносцев. И в 1409 году начинается война, которая вошла в историю под названием Великая. Но как это было? В 1408 году Витов тайно встречается с Егайло в Новогородке, где они договариваются, что в следующем году объявят ордену войны. Однако жизнь распорядилась иначе. В сжимате начался голод, и Егайло под видом помощи хлебом отправляет туда-сюда с оружием, которое перехватывают крестоносцев. В ярости они объявляют Егайло войну, первый этап которой был, мягко скажем, не самым удачным для польского короля. Чтобы избежать в Польск полного поражения, он подписывает с орденом переменников и даже отдает часть польских земель. Военные действия возобновляются только в 1410 году. Обе стороны готовятся к решающему сражению основательно, о чем свидетельствуют данные о соотношении сил. Мишенью для Витов-то стала столица орден, город Мальборг, который защищал великий магистр Ульгий фон Юнгенген. И решающее сражение состоялось 15 июля 1410 года под Грюнвальдом. Я не буду останавливаться на ходе сражения. Оно прекрасно описано в учебнике. Параграф 80 в странице 73-77. Уверена, что вы с интересом прочтете. А тут интересуются истории великих сражений более детально, подробно. Без труда найдет на просторах интернет-ресурсах много интересного дополнительного материала. Победу в битве одержало объединенное польско-литовское войско, а в 1411 году в Таруме был подписан мир, по условиям которого ВКЛ возвращалась жематия, а крестоносцы обязались выпить с большую суммой денег. Но самое главное то, это безусловно то, что наконец-таки было покончено с более чем 200-летней агрессией крестоносцев. Орден больше так и не сумел восстановить свои силы. Но вот наступил год 1413. Он нам интересен в связи с подписанием новой унии, Городельской. Власть Витовта к этому времени еще более укрепилась, о поклонии в сторону Польши не могло идти и речи, а посему уния зафиксировала. ВКЛ – это самостоятельное, обособленное от Польши государство. Однако государственные должности в ВКЛ могут занимать только феодалы-католики. Таким образом, противоречия между католиками и православными еще более усугубились. Мы помним, что начало противостояния было положено еще в 1387 году привилеем Егайла, согласно которому католики получали дополнительные права. А вот следующих 15 лет Витовт был таким же активным господарем, как и в начале своего правления. Несколько раз он еще пытался все-таки получить королевскую корону и был очень близок к осуществлению мечты, но ей так и не суждено было исполниться. В 1430 году Витовт внезапно умирает. Тем не менее, не корона прославляет человека, а его дела. Правление Витовта навсегда вошло в историю, как период неевысшего расцвета и могущества великого княжества. А самого Витовта не случайно величалый, великий. Субтитры создавал DimaTorzok